Канни Уэст. Не только Уэст был в футболке с надписью «Жизни белых важны» на неделе моды в Париже. Его друг и наш друг Кэнди Соуэнс стояла рядом с ним. Мы спросили Уэста, как это было, и вот что он нам сказал. Чем больше я полагаюсь на Бога, чем больше я работаю для Него, тем больше Бог дает нашей команде, команде Иисуса. И для меня выйти и с пониманием заявить очевидное в самом центре, самого либерального места, это как быть на площади Тянь-Янь-Мэнь. С Кэнди Соуэнс. И мы оба были в этих футболках одновременно. Знаете, у нас есть солдаты Иисуса здесь. Люди говорят, что готовы умереть за это, но мы живем ради этого. Мы живем ради битвы. За что эта битва? За саму жизнь. За наших детей. Как на площади Тянь-Янь-Мэнь, Ганни Уэст и Кэнди Соуэнс стояли перед танком под названием «Международные СМИ». Кэнди Соуэнс, сегодня она с нами. Кэндис, большое спасибо, что присоединилась. Итак, почему вы сделали это? Вы сделали это вместе. И что ты думаешь о реакции? Почему это запрещено? Я хочу сказать, что мне пришлось пропустить участие в твоем шоу. Единственная причина в том, что я знала, насколько значимым культурным моментом это будет. Я сделала это, потому что Канье позвонил мне и сказал, что я нужна ему там, и что я должна быть частью шоу. Когда он сказал мне, что у него на уме, сказал мне об этих футболках, я моментально поняла, что он пытается сделать, и поняла его артистический замысел. Это превосходная критика того лицемерия, в котором живет наше общество. Нам годами говорили, что фраза «Жизни черных важны» не является разобщающей. Нам говорили, что это просто фраза «Мы не пытаемся исключить белых». Мы просто говорим так, потому что для черных наступил такой момент. Они абсолютно не возражали против слогана «Жизни азиатов важны». Азиаты, кстати, экономически живут гораздо лучше, чем многие белые в этой стране. Также в плане образования. Например, им проще получить кредитные карты. И, несмотря на это, говорить «Жизни азиатов важны» не запрещалось. Мы надели футболки, чтобы подчеркнуть инклюзивность, чтобы сказать белым американцам, что они тоже часть целого, потому что все жизни важны. На самом деле, всеми жизнями пренебрегают. Черные американцы страдают от движения BLM. Мы знаем, что в их районах были беспорядки, и владельцы бизнеса уходят оттуда. Результатом BLM стало превосходство белых в том смысле, что черные считаются тупыми и эмоциональными, и громят и грабят свои же сообщества, что подкрепляет идею полицейской силы. Так что мы сказали все это, надев футболки. Это так интересно. Если их так возмущает подобная футболка, никто не спрашивает, почему. Скажем, если жизни малайцев важны или кого угодно. Нормальный человек согласится, конечно, все жизни важны, но почему сейчас они приходят в ярость? Это странно и непонятно. Это приводит их в ярость, потому что в этой стране существует ненависть к белым людям. Это бесспорно. Самое страшное для вас в этой стране не то, о чем они говорят. Я скажу две вещи. Первое, черный ребенок в утробе своей матери — это самые незащищенные дети. Второе, белый мужчина — натурал, потому что их считают слишком нормальными. Быть белым натуралом — слишком нормально. Вам нужно иметь какие-то проблемы, сказать, что вы транс, что вы страдаете, что вы гей, что вы латинос, что у вас берасовая мать. Словом, что угодно, лишь бы не признавать себя белым. И опять же, это наш ответ. Для этого мы надели эти футболки. Прямо сейчас в ТикТоке вы не можете использовать хэштег «Жизни белых важны», потому что, по их словам, это порождает ненависть. На самом деле, запрет этого хэштега порождает ненависть. Самое печальное, что после появления в футболках и возвращения сюда, в Теннессе, я пришла на рынок фермеров, и белые люди подходили ко мне со слезами на глазах. Со слезами на глазах они говорили «Большое спасибо, о нас просто забыли. Спасибо, что дали нам возможность напомнить о себе». Они сидят в тишине, на задворках. Им нельзя быть американцами из-за ужасной идеи, что черные страдают от полиции. И, следовательно, на белых можно наплевать. Нельзя. Это очевидно. Канье прав. Да, я не понимаю, почему люди мирятся с этим. Ни одна группа не должна мириться с исключением на основе неизменных характеристик. Это нельзя терпеть. И, тем не менее, нас заставляют терпеть. Это нужно остановить сейчас. И я согласен с этим. Кэнди Соунс, спасибо. Спасибо, что пригласил. Субтитры создавал DimaTorzok